Внезапная фраза в книге, внезапно пришедшее письмо, внезапно встретившийся человек, который, я не знаю, откуда он взялся, но он почему-то мне приносит, даёт именно то, что нужно. И, возможно, это фокус моего внимания, возможно, это мое сознание играет в такие игры. Ну, пусть играют. А если по-другому, например, вот так вот. Я знаю, что мне это нужно, мне это интересно, но сама я сделать не могу, я ищу, допустим, людей, которые мне это сделают. Вот они говорят, да, мы сделаем. То есть вроде как ресурс, вроде как не нужно, да, поэтому нет. Проходит какое-то время, вот эта вот компания, которая была, она говорила, делятся на две части. Одни, те, она говорит, мы сделаем, другие мы сделаем. Поэтому я их не хочу, я нахожу треть. То есть их как бы ухожу. И третий делает? Третий начинает конючить. То есть третьего тоже не хочу. Ищу четвертый. Это что, ресурс или это... Это твоя стратегия поиска ресурсов. Ты ее сейчас очень хорошо описала. Да, ну то есть надо менять стратегию, да? Давайте я все-таки про дракона и какие могут быть роли взаимодействия с ними. Первая роль – это невинный человек. Он даже не знает о том, что драконы и демоны существуют. Ему хорошо, умил, прекрасен, да? Какие демоны, да? Не-не-не, у меня ничего нет, у меня нет проблем, у меня все хорошо. Это особенно на ранних этапах, когда кризис только начинается, человек не хочет это признавать. Он невидим. Второй вариант. Это так называемый сиротат. Что с ним происходит? Как только он сталкивается с драконом, с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, с какими-то ситуациями, он оказывается и не раздавлен. И его воля отсутствует. Вот он лежит в этой луже, да? Ну ешьте меня, пейте меня. Жертва, совершенно верно. Но жертва пассивная, да? То есть он сразу отдает свою волю. Хорошо, все, я сдался, прямо сейчас. Так, третий. Третий вариант. Вот это как раз жертва. Но жертва активная. Почему? Он гоним, гоним этим, этими ситуациями. И он, с одной стороны, пытается, он из них не выходит, да? Он их не избегает. Он продолжает в них вступать в такие ситуации, но чувствует себя жертвой. И он думает, что он страдает ради чего-то там, высшему. Вот, типичная жертва. Эти люди мне не понимают, ну что ж, ну пусть. Ну вот, опять не поняли. И вот мы страдаем как блок, нам хорошо, все прекрасно. Замечательно, жертва. Есть так называемый странник. Это уже жертва продвинутая. Это чувак, который сам себе сказал, не, нифига, жертвой быть я больше не хочу. Я умный, разум же шлезть, я буду избегать таких людей, ситуаций и состояния. И наивный, на самом деле, странник, думает, что и все сойдет. Какое-то время ему удается избегать. И он может так избегать до самого финала своего. Но дракон его преследует. Этот ресурс, эта энергия не трансформирована. Она все равно будет его преследовать. Избегает. Приходит следующий биток развития. И человек думает, ну в конце концов, ну сколько я буду от этого бегать? От этих людей, от этих ситуаций и так далее. А ну пойду поборюсь. В конце концов, твое я дрожащее или право имею. Идет и бьется. Ему хорошо, он там шашкой всех разрубал. Замечательно. Результат непонятен. Ну, борьба. Активное начало. И есть третье состояние, которое называется маг. Маг не борется. Он принимает дракон. И он его использует. Вообще, с драконами очень интересная история. Сущности, они везде присутствуют. Во всех сказках, во всем фольклоре. И находятся, то они охраняют какие-то сокровища, то там еще что-то они делают. В общем, странные существа. И считалось, что если дракону посмотреть в глаза каким-то особым способом, то тогда он отдаст тебе свое сокровище. То есть он не будет уже на тебя нападать. И даже иногда сможет тебе служить. Если он может хорошо себя вести. Так вот, маг – это как раз то состояние, когда можно посмотреть всем своим страхом и ужасом в глаза, получить ресурс и открыть себе сокровище. Понятно? Нет. Как? Давайте пока сейчас у нас теоретическая часть. На уровне слов. Все понятно? Мы сейчас будем все это проживать. Потому что на уровне слов это все как… Ну, я вам рассказала очередную байку. Вы послушали и разошлись. Да? Ну, смысла нет. Пока вот концепт понятен? Да. Танечка, скажи что-нибудь такое. Типа да или нет? Ну, да. Дальше. Дальше, дальше, да. Поехали дальше. Хорошо. Едем дальше. Как найти дракона? Как найти его в своей жизни? Я прямо сейчас прошу вас подумать о своей ситуации какой-то. Вы сюда пришли, вот вначале я вас не здесь спросила, зачем вы пришли. Видимо, какой-то кризис уже, зов уже вы услышали. Каждый свой. У кого-то это внутренний зов, у кого-то внешние сигналы. Подумайте об этом своем состоянии, вот, которое вас не удовлетворяет. Подумайте об этих людях, с которыми у вас нет взаимопонимания. Или о каких-то рушек со взаимоотношениями. Подумайте о тех ситуациях, где, может быть, вы не то что не знаете, как поступить. Там вообще и поступать некуда. Да? Все. То ли это тупик, то ли это плато. Что делать? Мы можем новый способ в жизни. И заметьте, когда вы об этом думаете, в правду сейчас прямо позвольте себе это пережить. И заметьте, что происходит с вашим дыханием, когда вы об этом думаете. Вот прямо сейчас я вижу, у кого-то оно замерло совершенно. У кого-то оно поднялось резко. Это два маркера. Два таких флажка. Когда вы так дышите, это говорит о том, что это часть вашего дракона. Так понятно? Как найти? Ты нашла своего дракона? Нет. Я не знаю, какого он у него. Идем ко мне. Сейчас мы вам покажем. Сами. Я в главу. Ну, нам нужно немножко место. Не, развиваться не надо. Давай я сейчас попрошу тебя все-таки подумать о том, как складываются события в твоей жизни. Прямо сейчас. Я просто не знаю, с какой частью это взять. А ты можешь не брать все части, просто мысленно перечисляй. Вот, рассматривай одну ситуацию. Угу, да. Другую. Третью. У тебя, возможно, там целый ряд есть каких-то ситуаций. Вот мы даже, то, что мы видим, видно, да? Возможно, это вообще тело дракона, ты его собираешь там. Возможно, там есть что-то центральное, что питает эти обстоятельства, эти состояния. Конечно. Есть. Подумай о том, что есть, конечно. Вот, что бы это могло быть, этот центр, центр этого дракона, который формирует такие события у тебя? Ну, наверное, да. Угу. Заметя, что произошло с Танем дыханием, если кто смотрел. Сама заметила, что произошло. Ну, дыхание я не контролировала, в принципе. А что, что произошло, да? Подумай прямо сейчас еще раз об этом, об этих ситуациях. И замечаешь, что с телом-то происходит с дыханием, напряжение. И напряжение, где ты его ощущаешь? Я тебе скажу то, что я вижу. Ну, у меня начинается воздействие в уровне. Бедра, да? Угу. А бедер идет вот сюда, и замирают дыхание. Дыхание, как же я. Так, я же тебя прошу. Я могу все вместе, но попросишь, что ты здесь делаешь. Ой, что-то брал. Извини, пожалуйста, много прошу. Ну, хорошо. Хорошо. Ты поучаствуешь? Покажем с тобой какие-то демонстрации. Угодиться будешь? Отлично. Сейчас то, что мы с Таней проделаем, вы потом проделаете друг с другом в парах. Почему? Потому что знание, не пропущенное через тело, является слухом. А нам очень важно знать, что наше тело, как оно себя ведет, каждый из ролей. Вы видели сейчас только что и Натани, и каждый отследил наверняка у себя изменения мышечного тонуса, изменения каких-то, какие-то импульсы в теле появляются. Когда вы думаете об этом. Вот сейчас нам с тобой нужно будет проиграть некоторые роли. У нас будет дракон. Он будет в центре. Можешь его положить куда-нибудь. Я, паря, любишь? Это будет дракон. У нас есть роль невинной. Кружочком их так раскладываем. У нас есть роль... Господи, как она там называется? Сирота. Сирота. У нас есть жертва. Странник. Что у нас там есть еще? Воин и маг. И маг. Скажи, пожалуйста, это обязательно... То есть это вот это все присуще каждому? Да. Это, что называется... Не обязательно ты сейчас находишься в каком-то одном состоянии. Но в любом случае они все присутствуют в тебе. Возможно, какое-то не включено. Знаешь, как незапущенная программа. Или они быстро переходят. Или быстро переходят, может быть. Я почему-то всегда посильных не замечаю. Не замечаешь? Нет. Ну, давай сейчас попробуем их заметить. Мы с тобой отсюда. Я хочу, чтобы ты мысленно представила себя. Вот там, в центре, находится тот самый дракон или демон. Вот тот центр, который создает все эти ситуации. И со стороны можешь ты оценить, ты сейчас в какой позиции находишься в реальной жизни? В какой позиции по отношению к нам? Я вот понимаю, что я нахожусь в позиции периодически странных, а больше все-таки в городе. Скажи, а куда бы ты хотела зайти вот в первую позицию? Сейчас? Да, в начале попробовать. Я не знаю. Мне, допустим, непонятно все. Ну, начнем с того, что тебе пока понятно, где ты находишься. Смотри, что я попрошу тебя сделать. Как только ты туда зайдешь, я хочу, чтобы ты очень четко осознавала в этот момент, что ты, например, странник, ты избегаешь этих ситуаций. Чтобы ты подумала и заметила, что происходит с твоим телом. Твое тело, и ты дашь себе какое-то время подумать, и твое тело даст тебе некий импульс. Вот захочется сделать или какое-то движение, или его куда-то подтянем. Ну, то есть, выразить это как-то телом, не словами. И я попрошу выразить тебе это именно телом. То есть, какую-то позу принять. Пошли. Давай. Например, странник. Странник избегает этих ситуаций. Что-то происходит. Какие-то обстоятельства, люди. Можно уходить понимание того, что из-за таких обстоятельств могут наступить внутренние какие-то состояния. Они не нравятся. Я буду в любви. Ну, это вот, в принципе, не могу, но хотелось бы вот так вот. Вот сюда мы хотим податься. Хорошо. Куда дальше пойдем? Ну, вот, я очень люблю. Вот. И сюда ко мне сначала. Я понимаю, что ты любишь. Давай, ты немножко как-то ворвешься. Отлично. Я с тобой. И пойдем вот там, где ты любишь. Ну, мне это понятно. Да? Да. Да. Давай, да. Что делает воин? Вот ты прямо сейчас воин. Ты с драконом борешься. Ситуацию изменяешь. Людей воспитываешь. С собой разбираешься. Воин, оно и есть слово. Воин, активная позиция. Что происходит с теми телом? У меня говорите? Да. Ну, в общем-то, это что-то мне очень, опять же, комфортное в нижней части тела. А я, ну, такого, легкого подравления. А вот что хочется сделать телом? Какое движение? Если бы его увеличить, усилить, что тогда было? Движение просто сесть. Просто сесть? Сидячий войн? Сидячий войн. Угу. Хорошо. А ощущение какой-то в груди, вот, в корпусе есть? Есть. Какое? Это что-то типа сжатия. Сжатия. Туда все зажимается, да? Нет, нет. А как? Оно вот просто вот так. Просто вот так. Угу. Хорошо, выходи. Давай снова план-блазон. Среживаемся. Угу. Ну, предлагаю тебе освоить вот роль, которая тебе не знакома. Жертву. А там что? Да что там? Да, ну вот опять со мной это случается. Ну и ладно, я страдаю. Попал бы просто. Вот представь себе все эти ситуации, о которых ты говоришь, которые являются твоим драконом, твоим демоном. Подумай. Это возможно, да? Да, это возможно. Это новый опыт, может быть какое-то новое знание о себе. Представь себе, как бы ты вела себя тогда, как ты ведешь себя, как бы ты жертву. Хорошо. Со мной это опять случается. Можно избежать. Угу. 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 Угу.